Я учитель русского языка и литературы, и сегодня представляю среднюю общеобразовательную школу имени Микрасова города Кочепова. Если вы мне расскажете, я это быстро забыла. Если вы мне напишете, я прочитаю, я тоже забыла. А если вы влечете меня в дело, я это буду знать по закону. Жан-Жак Усо. Мы с вами живем в современном мире, в мире информационных технологий и высоких достижений. И поэтому для школы общество ставит новые социальные запросы. Цель всего обучения в основной школе становится овладением умением учиться. Об этом нам говорит федеральный государственный стандарт, который на первое место выдвигает методопредметные результаты. Современного ученика достаточно трудно мотивировать познавательные деятельности. Происходит потому, что дети часто испытывают затруднения в освоении учебного материала, а также затруднения самостоятельно в поиске, обработке информации. Русский язык не является исключением. Также в стандарте предусмотрена исследовательская и проектная деятельность, обучающаяся, которая направлена на освоение учебных, познавательных действий, а также для решения каких-то личных и социальных задач. Исходясь с вышесказами, на уроке будут использованы следующие технологии. Технологии критического мышления, смыслового чтения, исследовательской деятельности и игровая технология. Методическая система своего урока я построила, будет осмотреться на эмоциональной чувствительности и на личностном осмыслении. Чтобы ребята были в одном эмоциональном настроении, я всегда в начале своих уроков использую различные приемы. Например, прослушивание какого-то открытого музыкального произведения, прослушивание лирического произведения, просмотр видеоряда и так далее. Для того, чтобы вместе настроиться на урок и уже в дальнейшем работать. Сегодня я тоже буду использовать эмоционально-чкультурную сферу. Это чтение лирического произведения и просмотр видеоряда. Далее, хочется, чтобы каждый ребенок после моего урока получил что-то свое лично из себя. Тоже есть определенные методы. Я дала, возможно, свои названия. Думаю, каждый из сидящих здесь поле их использует у себя на уроке. Это личностное осмысление. Сегодня на уроке я хочу вам показать связь прошлого с настоящим, найти ответы на какие-то поставленные вопросы, а также всем известный прием рефлексии. Говоря о приемах, о которых я буду сегодня использовать на уроке, начну с такого приема, как знаю, хочу узнать и узнал. Благодаря этому приему ученики учатся планировать свой урок, а также они уже ориентируются на каком этапе урока мы с ними находимся. А я уже, как учитель, могу им только предложить вот этот план урока. Прием мини-проект. Мини-проект называется программа лингвистического аукциона. Задача данного проекта в том, чтобы собрать информацию и зафиксировать ее, конечно, о изучаемом разгаде места имени. Проект на нее ошибку. Ученики прослушивают текст со специально пропущенными ошибками. И задача найти, услышать эту ошибку, исправить их и обосновать правильность своего ответа. Проект, следующий проект, проект писали. Перед тем, как приступить к работе с текстом, ребятам будут давлять слов, глядя на которые они должны будут понять, о чем этот текст и предположить его название. В проекте урока будет использован частично поисковый метод, который будет строиться на следующих приемах. На следующих приемах. Это эпистическая беседа и аналитическая работа с текстом. Сегодня работа с текстом будет, но, возможно, не в таком объеме, как я обычно использую на своих уроках русского языка. Сегодня, вы увидите, пройдет урок в шестом классе, урок русского языка на тему притяжательное местоимение. Цель урока – познакомиться с разрядом притяжательного местоимения. Исходя из этого, вытекают следующие задачи. Образовательные, развивающие их восприятие воспитательное. В целях моего времени не буду останавливаться на каждой из данных задач, но остановлюсь на задаче, которую считаю очень важной. Эта задача заключается в том, чтобы после окончания данного урока каждый ученик еще раз для себя понял, что каждый из нас является частью великой страны, великой Родины. И что, каким будет будущее, тоже зависит от нас. Светлое это будет будущее. Вот если светлое будущее, то мы должны с вами помнить и прошлое. И поэтому в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне, считаю необходимым еще раз, ребята, наговорились о таком чувстве, как любовь к Родине, чувстве патриотизма, уважении к тем людям, которые помогли надобиться этой пакетке. Планированные результаты, которые будут использованы на уроке, это личностные, предметные, метапредметные. Тип урока. Урок открытия новых знаний, открытия новых знаний. Вид урока. Урок аукцион. В течение урока ребята будут заполнять рабочие листы. Также на слайде вы видите структуру данного урока. Я не буду останавливаться на каждом элементе урока. Я думаю, вы это увидите сегодня. А в конце урока я проведу свой анализ, сам анализ. Все, урок можно начинать. Дай, супер. В нашем современном мире банки копят деньги. А мы знания. Это знания наша сила. И сегодня, ребята, мы проведем с вами урок лингвистический аукцион. А кто из вас знает, что такое аукцион? Что такое аукцион? Аукцион, это когда ты носишь, какой-то товар купит. Крупованный купит. Совершенно верно. То есть выставлен какой-то на продажу товар. Итак, ребята, сегодня на нашем аукционе выставлены следующие лингвистические лоты. Это ваши знания и умения, которые вы можете демонстрировать в течение урока. А за правильные ответы вы получаете житоны. В конце урока вы обменяете их на оценки. Обратите внимание на свои рабочие места. У каждого лежат программы лингвистического аукциона. В течение урока, который мы должны будем с вами запомнить. Итак, на продажу выставлены следующие лингвистические лоты. Лот. Я знаю. Я хочу узнать. Я смогу. Я узнал. Начинаем наш аукцион. Возьмите рабочие программы на свои руки. И на титуле урока. Запишите сегодняшнее число. 18 марта. Классная работа. Записывая число. Вспомним про программы. Открываем программу нашего аукциона. Ребята, и перед нами первый лингвистический аукцион. Пилот. Лот. Я знаю. Ребята, я как и вы, любую свою величину. Я верю в ее будущее, цену прошлого и даже настоящую. Ведь замечание является частью нашей великой страны. Согласны? Согласны? Согласны. В первом лоте перед вами величинское произведение. Я не маями, но попыталась мне передать всю свою любовь в своей стране, в своей родине. Ребята, посмотрите внимательно на произведение. Здесь пропущены слова. Сейчас ваша задача вставить эти пропущенные слова. Пожалуйста, работаем. Кто готов, поднимает руку. Запрочитанные четверости, и вы можете получить житом. Работаем. Записываем. И поднимаем руку. Погоди. Молодцы. Молодец. Справились с первым четверостишим. Итак, ребята, все проверяем. Пожалуйста, Виктория, читаем первое. Что у тебя получилось? Всех мая страна не верит. Я люблю с ее простом. Вам она всегда откроет наш червящий шаг. Хорошо. А здесь еще что можно было вставить? Люблю ее. Я люблю ее в вставке. Вам она всегда откроет свой червящий шаг. Умница. Вдвоем получаете житом. Хорошо. Ребята, приступаем во втором. Проверяем, кто готов. Пожалуйста. А здесь покажет ромозера. Там снега не злитит. И откроет свои горы. И богатство не злитит. Так, хорошо. И богатство. Что тут можно еще вставить? Их богатство не злитит. Помните. И богатство не злитит. София, умница. Встрадились. Молодцы. Итак, дополняем, ребята. И последний, и последний отрывок. Пожалуйста, София. У меня все так же. Дальние маленькие глаза. И люди, и сердце, и огромная душевная душа. Умница. Хорошо. Ребята, посмотрите внимательно на все ставленные слова. И скажите, а что их объединяет? Что их, опять же, все ставленные? Ребята, это все местоимение. И сегодня на уроке мы продолжим с вами изучать местоимение. А теперь обратитесь, пожалуйста, к четвертому заданию, к второму заданию данного лоза. Вам необходимо из четвертого четверостишного стихотворения выписать притяжательное прилагательное. Выписываем. Притяжательное прилагательное. Кто готов? Так. София готова. София, пожалуйста. Мамины. Мамины, ребята. Все согласны? Мамины выписываем? Да. Кто еще не выписал? Заполняйте. Мамины глаза. Итак, ребята. Хорошо. София получает свой жетоник. И скажите мне, а каким местоимением можно заменить данное притяжательное прилагательное? Прилагательное. Подумаем. София. Сменим. Ее глаза. Конечно. Ее глаза. Ребята, а если мы можем заменить притяжательное прилагательное местоимение? Догадайтесь. А как будет называться данный разряд? Притяжательное местоимение. Притяжательное местоимение. На какие вопросы отвечает? А где мы будем учиться находить, София? Где учимся? В стихополе. То есть в произведениях, да? В текстах совершенно верно. Еще. Как определить? Так. Поставить правильный вопрос. Верно. Еще. Егор? То есть что-то, ребята? Как изменяется. Совершенно верно. Как изменяется. Ребята, а предложение, когда мы говорим? Что это означает? Какую роль мы должны? Это симпатичная роль. Я думаю, что мы не сможем. Хорошо, умница, если он так сейчас плохой. Молодцы. Итак, ребята, итогом нашей сегодняшней работы также должен стать пластер, который называется притяжательное местоимение. Давайте с вами подумаем. Если притяжательное местоимение похоже на притяжательное прилагательное, то на что будет указывать местоимение? Притяжательное местоимение. Пожалуйста, София, я вам дам, наверное, держусь. Какому-либо что, ребята? Лицу. Какому-либо лицу. Еще раз, кто желает повторить, на что нам указывают притяжательное прилагательное? Притяжательное местоимение. Какому-либо лицу. Совершенно верно. Ребята, и первый пластер мы с вами уже открыли. Молодцы. А теперь переходим к следующему нитвистическому лоту, который называется «Я хочу узнать». Перед вами таблица образования притяжательных вне местаимения. Скажите, пожалуйста, а с какими разъярдами? Вне местаимения соотносится притяжательное. Так, еще, еще. Пожалуйста, с личным. Хорошо. Еще с таким. Кто видел? Еще. Возвратные местоимения. Молодцы. Смотря на таблица, подставите мне примеры притяжательных местоимений. Кто готов? Еще давайте все работаем. Пожалуйста, Лиза. Мой, мой, наш, ваш, его, их, ее. Умница. Хорошо. Ребята, и эту информацию мы можем поместить на наш пластер. Скажите, а на какие вопросы? Подумайте внимательно. На какие вопросы могут отвечать? На какие вопросы? Чей, чья, чьё. Чей, чья, чьё. Какие части речи? Притяжательные имена, прилагательные. Совершенно верно. Итак, ребята, мы также добавляем эту информацию на пластер. А теперь обратите внимание на вот эти вот местоимения. Его, его, их. Скажите, а к какому разряду или разрядам могут относиться данные местоимения? Пожалуйста, Вика, пожалуйста. Могут быть к личным. А еще каким? А еще. Пожалуйста, вопросительно относительным. Так. Возвратным. Возвратным. А еще кто думает? Так, к личным правильному лотоку. Что каким? Качевательным. Притяжательным. Совершенно верно. Итак, ребята. Сейчас я предлагаю вам поучаствовать в мини-исследовании. Для этого нам необходимо выполнить с вами второе задание в данном лоте. Вам дан отрывок из стихотворения. Ваша задача выписать словосочетания с одинаковыми местами и проанализировать их, запомнив вот такую таблицу. Словосочетания нужно выписать вот сюда и затем ответить на вот эти вопросы. Задание ясно? Да. Молодцы. Работаем. Кто готов, поднимаем руки. Кто готов? Вам необходимо сначала выписать одинаковые словосочетания с одинаковыми местоимениями. А затем проанализировать их и ответить на вопросы. Итак, у нас готова София. Пошла-ка, София, озвучь нам, какие словосочетания ты выписала? Ее простор увидим ее. Ее простор увидим ее. Молодец, София. Правильно. Кто не выписал, ребята, дополняем. А теперь давайте с вами подумаем, когда относится к личным, а когда к притяжательным местами. Итак, к личным, пожалуйста, Лиза. Личным относится, когда отвечают на какие вопросы? На вопрос кого? Так. Кого? Хорошо. А к какому, к кавычеству речи будет относиться? К какому? К... 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 К какому? Давайте посмотрим. К какому? И ее? К существительному. Существительному. Это какое у нас будет? Личное. Личное. Хорошо. Итак, ее простор личное будет, ребята, личное, его же, оно будет причязательное. Егор, почему еще раз? Потому что она будет отчаянно просочивающей. И относится, и мы несуществительное. Понятно? Умница. Итак, ребята, а теперь давайте посмотрим на увидим ее. Какой рассвет в данном случае ее? Ну, пожалуйста, Настя, здесь личное, отличное, как я сказала, и она с твоей головой. Это будут? Личное. Молодцы. Итак, ребята, а теперь давайте с вами понаблюдаем, как могут изменяться притяжательные местонения. Для этого вам необходимо в данном лоте выполнить задание номер три. Вам необходимо проанализировать изменения данных притяжательных местонений, а рядом написать, как они изменяются. Готовы. Хорошо. София. Я не могу изменяться по радарушицам и подержам. Хорошо. По радарушицам и подержам. Ребята, все согласны с Софией? Да. Умница. Поднимите руку, кто согласен с Софией. Молодцы. Эту информацию мы можем добавить в свой класс. Хорошо. А у нас пришло время немного с вами оттапливать. Пожалуйста, встаем. Встаем. И выполняем несколько движений для одинаков. Мы все вместе улыбнёмся. Подмельнём слегка друг к другу. Право, влево, повернёмся. И кивнём теперь по кругу. Все идеи победили. Вверх летнулись наши руки. Грузопор себя стрикнули. И продолжим путь на ухо. Садитесь. Ребята, а мы с вами переходим к следующему лоту «Я смогу». Еще тогда у нас небыло на свете. Когда гремел салют из края в край. Солдаты. Подарили вы планете Великий Маги. Победа Маги. Ребята, начался 2020 год. Скажите, а какое важное событие нашей страны мы отмечаем в Маги? Пожалуйста. 75 лет победы. 75 лет победы. Великой Отечественной Маги. Скажите, о чем вообще посвящен... Посвящен... Чему объяв... Объяв... Посвящен, Викторич? Победа... Память... Ребята, защитники нашей молодой войны также не следствуют нас над победой и над местными фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. А сейчас, ребята, внимание на экран. Победа Маги. В лесу скрываются партизаны. Где ихний отряд? Побывай, и все будет хорошо. Я ничего не знаю. Разбежите, вы можете руку. Ваши лентозы говорят. А теперь не бойся нас. Какие ихнии укрепления? Где ихний план? Имя ихнего командира? Чего вы от меня хотите? Я ничего не знаю. Ты не знаешь? Я прекрасно понимаю. Ты не хочешь говорить, где партизаны? Ты не хочешь раскрывать ихний секрет. Это честь у тебя. Ребята, какой поступок совершил этот юный партизан? Какой поступок совершил? Пожалуйста, Егор. Он мне рассказал, парень, где находится партизана и... Где находится партизана, совершенно верно. Ребята, слушаем дальше. Наверняка вы обратили свое внимание на речь полицаевых. Какие слова были употреблены неправильно в их речи? Хорошо. Ихнего... 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 Поднимите руку. Кто услышал неправильно в речи? Молодцы. Хорошо. Смотрим дальше. Почему такие устремления неправильно употребляют в своей речи? Вход или... Почему такие устремления неправильно? Я не знаю, как правильно употребляют. Это едят зиму, или с санкционными языками, так можно... Роговорно можно начать... А как правильно употреблять? Как правильно употреблять? Ихнего... Ихнего совершенно верно. Молодцы, как я. И сейчас я предлагаю вам окунуться в атмосферу победного мира. Ребята, обратите внимание на слова. 9 мая. Праздник, подвиг, ветеран, весна. Посмотрите на них. И предположите, о чем будет текст, который сейчас мы будем с вами рассматривать. И как его можно назвать? И как его можно назвать? Пожалуйста. Пожалуйста. Праздник, День Победы, День Победы, День Победы. Хорошо. Итак, ребята. Внимание, сердце. В конце весны в нашей стране отмечают самый важный праздник. День Победы. День Победы. День Победы. Сражались за нашу Родину. И они победили. Моя Родина не склонила голову перед врагами. В День Победы люди несут цветы к памятникам и облескам. Все улыбаются, поют песни, поздравляя друг друга с праздником. Память о народном подвиге навсегда останется в наших сердцах. Итак, ребята, вы правильно с вами предположили, о чем будете? Да. Молодцы. А теперь найдите мне, пожалуйста, в тексте предложение, в котором встречается основная мысль. Основная мысль? Да. Хорошо. Пожалуйста, Анастя. Память о народном подвиге навсегда останется в наших сердцах. Умница! Навсегда останется память в наших сердцах. А теперь, ребята, в данном предложении найдите притяжательное местоимение. За кем? В наших, в своих, за нашим. Последнее. Последнее предложение. Найди притяжательное местоимение. В наших. В наших. Хорошо. Молодец. Ребята, а как мы можем вообще понять, что это притяжательное? Что нам в этом поможет? Что нам в этом поможет? Я хочу задать вопрос. Какой ты вопрос задала? Чьих. 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 Совершенно верно. Правильно. Ребята, помог нам вопрос. Скажите. Какой? Чьих предложения. Отвечает на вопрос. Чьи, чья, чьё, чьих. Так, кто был первым? София. Определение. Определение. Молодец. Скажите, какой мы можем сделать вывод? Какова земляседческая роль определения? Наташа. То, что ты председательное определение является определением. А, Наташа, а только тут, ребята, давайте ей поможем? Или вообще будет спросить? Какие председательные мнения могут предъявляться определения? Определения. Хорошо. И мы добавили эту информацию в наш кластер. А сейчас, ребята, вам необходимо в своих текстах поработать в паре, посовещаясь, найти в текстах притяжательное местоимение и их подчеркнуть. Работаем в паре. И помним, как подчеркивается притяжательное местоимение. Как подчеркнуть? Вау внестой линии, конечно же, ребята, определение мы подчеркиваем. Вау внестой линии. Чья пара готова? Наша пара. Наши. Ребята, все проверили? Девочки, правильно справились? Молодцы. Хорошо. Итак, ребята. Давайте обратимся к своим последним вопросам. Я узнал. И сейчас мы должны с вами обобщить полученное знание. Пожалуйста, дополните информацию, которая у вас зафиксирована в задании данного лоза. И запишите ее, используя наш сегодняшний пластер. Используем наш сегодняшний пластер. И проверяем, что у нас с вами получилось. Итак, притяжательное местоимение указывает на? Притяжательное местоимение указывает на предметах какому-либо лицу. Хорошо. Отвечает на вопросы? Чья, чья, чья? Притяжательное местоимение указывает сам. Покойно, что такое ваш? Их, бой, предусловие. Хорошо. Они изменяются по? София. Притяжательное местоимение указывает на предметах. Умница. И в предложении бывает, и в запахах обычно бывает в предметах. Молодцы. Итак, ребят, сейчас я предлагаю вам закручивать одно из вот этих предложений. Я узнала, что я научился, мне понравилось. Да, пожалуйста. Я узнала, что это было предвещательное местоимение. Я научился говорить, если мне понравился урок. Умница. Хорошо. Да, пожалуйста, совет. Полина. Я узнала больше... Я узнала, что... Можешь взять любое одно предложение. Не обязательно. Я узнала больше, что он может значить последнее. Умница. Еще кого мы сегодня не слышали. Егор, что ты нового узнал сегодня? Я узнала, что обычно предложения... Бывает. Притяжательные местоимения бывают определениями. Определениями. Умница. Ну, еще, кто желает сказать свое мнение и закончить предложение... Итак, ребята, тренироваться, употреблять притяжательные местоимения вы сможете дома. В своих рабочих местах на свободном месте совершите, пожалуйста, домашнее задание. Думаю, вам необходимо будет выполнить либо упражнение 4-6-6-6, либо испытать себя в роли настоящих поэтов и сочетать свое стихотворение о родине. Небольшое. 4-5-10. Конечно же, используйте притяжательные местоимения. Притяжательные местоимения. Притяжательные местоимения. Наш лимфистический орд. Аукцион. Аккуратный консерв. А теперь пришло время получить оценку. Поднимите руку. Кто сегодня получил 5 и 4 жетона? Поднимаем, поднимаем. Молодцы. Вы сегодня получаете и терки. А кто сегодня получил 2 и 3 жетона? Кумницы. Вы получаете 4. Молодцы, ребята. Спасибо вам большое за работу. Вы все молодцы. А сейчас посмотрите, пожалуйста, внимательно на вашу сторону. Я приготовила вам небольшие подарки семейные на память о нашем сегодняшнем уроке. Это закладки для вашей любимой уроки. А закончить наш уменьшитель. Я подсеркнула тихо-тихо-тихо-тихо. Раздавали ленты. 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 ЛCP explanations. Эти. Ленты. 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 ЛУС,ите Emperor.